Инструмент называется дудук. Мы в Армении называем его словом циранопох, абрикосовая трубка в переводе. Первое упоминание об этом инструменте шумерской клинописи, обнаруженной 3,5 тысячи лет назад, высеченной. Собственный инструмент, можно сказать, протоармянский, шумер или редкий армян. И, кстати, царь Аргишти I, такой бы он здорово навалял, если бы не он, наверное, в Армении бы уже не было. Почему этот инструмент я как взял 8 лет назад, так и не отпускаю его? Потому что это 3,5 тысячи лет истории человеческой, особенно истории Востока. Здесь спрессованы. Я играю. С высоты, где еще полет, вижу какие-то картинки. Не внизу вижу, где тут мы напрягаемся, потому что это какие-то мелкие радости, страдания, суета, суета. Где-то с высоты, где все одним носком, где уже нету граней между великим страданием и невеликой радостью. И эти эмоции, эти картинки наполняют меня репетом. И меня как музыкантом, и как слушателя, я такой же слушатель, как и вы. Абрикосовым этот инструмент стал, на самом деле, не хочется кого-то расстраивать, да, и повышать легенды. Я все-таки скажу, да, что абрикосовый инструмент стал лет 400 назад, до этого он был не из абрикоса. Тело в том, что абрикоса – это рубка, она покрашена в черный цвет, краска, да, на самом деле. Вот здесь вверху он штук, сделан из простника, он вот так вот рос, простник, да, от него кусочек отрезали, эту часть сжали, и туда идет воздух, и эффект бибрирующий троинки, знаете, которого у нас в детстве было понятие опыта. Вот таким образом он играется. До XVII века отрезали не такой кусочек тростника, не засовывая его в трубку, да, отрезали длинный кусок, простик, делали в нем дырки и играем. Этот конец изнашивался и выбрасывали весь инструмент полностью, всю трубку. Ну, потом у кого-то хватило, не знаю, туман, творчество или изобретательность, все-таки понимают, что это расходный материал, да, это инструмент. Вот, и, собственно говоря, целянофор потом уже появилось. Лучший тростник для гуддука растет в карабахе. Теперь вы понимаете, почему мы не хотим большинство не отдавать, как минимум по этой причине. Ну, как юмор, конечно. Вот, и, конечно, я получаю удовольствие от музыки, но в большей степени я делаю один какого-то служения, потому что не очень много людей играет на этом инструменте. Пока что, пока нет. Ну, Гульяновский, я нечего, пока их уже не знаю. Вот, отточка вон цена. Я немножко не научил. Будем надеяться, что их будет становиться все больше, пока их мало. И я отвечаю, как и другие гуддукисты, за то, чтобы линия продолжалась, чтобы через еще 300 тысяч лет здесь, на этом месте, кто-то вам рассказывал, так же, вашим, нашим потомкам. Тиран. Вот, Тиран. У него есть мистическая, сакральная сторона, ну, таких древних предметов обычно она есть. Мне ее рассказал пожилой зороостринец по имени Георг, с которым я познакомился рядом с Героем Рогатфом, вместе с селом. Ну, Георг, человек романтический, он прямо живет, как будто пулью покрытую, прямо без прошлого. Вот. И, конечно, серьезно-то воспринимать, я не думаю, что стоит, но мы с вами романтики, да, и есть какие-то вещи, которые просто прекрасно об этом думают. Ну, как, когда вам мужчина делает листивый комплимент, то все равно женщина, да, то все равно этому радуется. Хочется верить в волшебство. Я расскажу, как раз, вы знаете, да, что есть способ передачи информации, я могу, что я раз расскажу. Вот, ладно, что я расскажу. Есть способ передачи информации устный, письменный, и с помощью артефакта. То есть, вот, археологи раскопали какой-нибудь там кувшин, да, вот они смотрят на него, из какой он глины, как глубоко он лежит в земле, какие узоры, да, и так далее. Делают, для чего, кто, когда это сделал, ну, и информацию вот это вот извлекает. Для шумеров Дудук, это Адель, солнечные системы, все, что он мне рассказал, для Депикей Ворк, я отразил в своем романе, в двух главах. Есть такой эпос о сотворении мира, называется «Инумай лишь». Мы недавно, буквально месяц назад, выпустили электронный альбом с таким названием. В этом эпосе рассказывается, как и в любом эпосе к сотворению мира, о том, что жеребоги, они поевали, вплотились, размножались, друг друга убивали и в конце концов сотворяли человека. Жил-был отец всего сущего Апсу, воплощенный с солнцем, первоматери всего сущего Теамат, может, уже кто-то слышал это имя. Вот. И у них появляются ребятишки, то есть как это можно представить? это эволюция нашей солнечной системы. Жила-было солнце, и рядом с ней огромная такая планета, и между ними язык из-за ревитационных каких-то возмущений происходило, как написано в эпосе, Апсу и Теамат смешивались с воеводом, ну, любовью, да, и от Теамат откалывались кусочки, которые превращались в Марс, Сатурн, Нектун, да, и так далее. Марс, она есть. Вот, там рассказано, в каком порядке появляются эти боги. Дело в том, что, когда, как мы делаем дубу, мы делаем сначала трубу, да, труба, то есть плоти нашей солнечной системы, это Теамат, труба, которая, ну, через которую воздух идет, это абсурд, бог, солнце и воздух, который, все очень, 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 очень наглядно и не я, да, может, появиться. И 9 отверстий под углубки, это 9 планет нашей солнечной системы, одно отверстие снизу, это земля, и вот по правилам, по фэншуру, да, отверстие надо делать в строгом порядке, так, как это описано в Эбосе, то есть сначала, ну, то есть, сначала обсудите Аман, потом Марс, потом Нептун и так далее, в каком-то порядке, это нужно делать в Новолунии, там, ну, какой-то список этих обрядов, очень интересно, я это все записал, и тогда Роман выйдет, вы сможете, кому интересно, ознакомиться. и, собственно говоря, где солнце, я уже сказал, что солнце, это входное отверстие, и воздух, воздух это гравитация, как только солнце начинает пускать свою гравитацию, планеты начинают эфиротеться, музыканты, спонсуют, эти отверстики, ноты, это планеты. Вот, такая интересная надень, и шумеры, точно известно, в библиотеке Ашу, она пола об этом написана, что они давным-давно знали, еще 5000 лет назад, о том, что в нашей солнечной системе 9 планет, а не 7, как думали греки и все человечество до до 12.